Нецивилизованный переулок. Недалеко от центра города житель утопает в грязи. Главная просьба – сделать дорогу. Альтернативно служащий – почтальон. Он отдает долг родине, разнося газеты и письма по адресам. Ежегодная универсиада Кубани. Студенты-самбисты Армавира борются за звание лучших в крае. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Рентовый Армавир. В студии Ирина Рухлядко. До центра города рукой подать, но цивилизация обошла их стороной. Жители одного из переулков в районе оптики, чтобы добраться на работу или в школу, вынуждены рисковать своим здоровьем. Единственная тропинка, по которой шесть семей могут пройти в город, похожая то на водопад, то на каток, а то и на болотной топе. Полосу препятствий с трудом преодолела и наш корреспондент Ольга Чухонцева. Держимся за сетку. Вот она хоть и ругается, а куда нам деваться? Вот такое безобразие. Вот уже много лет Светлана Кальметова буквально не расстается с порошком, щетками и тазиками. В ее семье шесть приемных детей. Надежда и обувь каждого из них после похода в школу нуждается в стирке. Но последней каплей стала тяжелая травма, которую ее сын получил именно на этой тропинке. Он шел со свидания, темно было, как раз лампочка наверху не горела. И да, вот полетел, раздробил пятку. Вот такие у нас проблемы. А я лично здесь ногу ломала уже дважды. Несчастье в семье сплотила Светлану с другой соседкой Натальей Колотухиной. Она инвалид второй группы. Чтобы женщина могла выйти в город, ее брат смастерил перила. Но добраться даже до них Наталья не может без посторонней помощи. Можно подскользнуться, упасть, и если я упаду, я уже не встану. Провожают постоянно на работу, встречают постоянно на работу. Ухожу я рано и поздно прихожу, тогда постоянно всех дергаешь. Самое печальное, говорят жители, что этот участок первого нижнего проезда примерно одинаково выглядит в любое время года. С той лишь разницей, что морозы тут каток, а когда оттепель болотные топи. Несколько лет назад появилась и дополнительная декорация – струйка воды из прорванной трубы. Сейчас дети засыпали щебеночку. Она просто в грех стаптывается. Ее нету. Это бесполезно подсыпать, засыпать. Это надо что-то здесь делать по существу. За помощью в городскую администрацию соседи обращались не единожды. Всякий раз им обещали принять меры, но тогда, когда на это найдутся средства. Аналогичный ответ получила и наша съемочная группа. Конкретно здесь надо сделать каскадами, поставить лестничные марши и заасфортировать дорожку. Планами 2012 года данная работа пока не предусмотрена, но мы разработаем сейчас какой-никакой проект, сметную стоимость и тогда определим источники финансирования. То, что нужно делать, это однозначно. Пока чиновники скребут по сусекам, метеорологи передают дожди. А это значит, что жителей проезда снова ожидает экстремальная ходьба по пересеченной местности. В Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко отчествовали талантливых воспитанников образовательных учреждений культуры и искусств. Тех, кто уже в юном возрасте занимает призовые места на краевых и всероссийских конкурсах. Все они удостоены стипендии администрации Краснодарского края. В этом году стипендии получили 50 воспитанников детских музыкальных и художественных школ. Студенты Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова, Краснодарского хореографического училища, Новороссийского музыкального колледжа имени Шостаковича. Отмечены и юные дарования из Армавирской специализированной музыкальной школы слепых и слабовидящих детей. Поздравить стипендиатов, победителей конкурсов пришла заместитель руководителя Департамента культуры Краснодарского края Галина Солянина. Она пожелала ребятам красивых побед и новых творческих открытий. Дорогие стипендиаты, Кубань гордится вашими именами. Вы демонстрируете трудолюбие, целеустремленность, призвание к будущей профессии. Становитесь победителями конкурсов, выставок, фестивалей самого высокого уровня. На счету каждого стипендиата десятки побед в краевых и общероссийских фестивалях. Именно эти показатели учитывали члены экспертного совета. Сумма стипендий одинакова для всех – тысяча рублей ежемесячно. Для ребят это не просто победа, скорее признание. К музыке, живописи, танцу они относятся не как к простому увлечению. Это их стиль жизни. Армавирские таланты стипендиатами администрации Краснодарского края становятся ежегодно. И в этот раз ученица 4-го класса фортепиано Арина Переладова и выпускница класса домры Алина Капустина получили стипендии и памятные медали «Молодые дарования Кубани». Преподавателям Галине Цыганок и Алене Шацкой вручили благодарственные письма и цветы. Марина Белова, Антон Ржаков, Евгений Халманских. Служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим темам. Защищать Отечество можно и мирным трудом. Вместо 12 месяцев казарми он выбрал год и 9 месяцев в почтовом отделении. Виталий Востриков – один из немногих жителей Армавира, кто решил заменить службу в армии особым видом трудовой деятельности. В городском военкомате, говорят, за период 2009-го на такую работу было направлено 6 армавирцев. Альтернативно служащих принимают санитарами в больницах, лесниками, библиотекарями, архивистами, рабочими в цирках и театрах. Они разносят почту и дежурят на метеостанциях. Трудовой день Виталия Вострикова начинается с разбора корреспонденции. Нужно рассортировать письма и подписать по ходовику газеты. Молодой человек в конце октября 2011-го стал альтернативно служащим. Работать его направили в почтовое отделение, в поселок Красная Поляна. Вместо сослуживцев у него коллеги. Ну вот теперь мы пойдем на участок. Все собрали, нужно идти. С сумкой через плечо Виталий всегда выезжал доставлять корреспонденцию. А вот сегодня вышел. Главный помощник – велосипед – в эту пятницу заводиться отказался, а шутит молодой человек. Без него сложно, но он справится. На то, чтобы обойти участок, уйдет чуть больше времени. Но свою газету получит каждый. Это Виталик, наш почтальон, который нас хорошо обслуживает. Дедушка Юра не может нарадоваться на молодого почтальона. Виталик не только газету принесет, но и как здоровье поинтересуется. А это главное, говорят пожилые люди. Парень, как я заметил, добросовестный парень. Обслуживает нормально. И все так он аккуратно. Это стариками. Мы старые, это стариками обращаются. Так что, если такие будут и преть, то это очень хорошо. В армию Виталик не пошел по личным убеждениям. Кстати, чтобы выбрать альтернативную службу, не обязательно исповедовать какую-либо веру. Это право закреплено в Конституции России – законе об альтернативной гражданской службе. Виталик посчитал, что мирным трудом он принесет больше пользы. Сам Иисус говорил, что кто возьмет меч, от меча и погибнет. Так вот, на основании таких вот убеждений я решил, что лучше не брать оружие в руки, а идти помогать людям. Вот таким вот способом. Альтернативная гражданская служба. Первое время удивлялись люди, потому что молодой почтальон, ну, необычно как-то. Потом, ну, привыкли. А сложности какие были? Ну, с бумагами в основном, потому что очень много бумаг нужно запоминать, эти все формы. Ну, ничего, со временем привыкаешь. В военкомате, говорят, на альтернативную службу решаются немногие. Большинство пугает ее длительность. Срок армейской службы – один год, альтернативная – дольше на 9 месяцев. Гражданин имеет право на прохождение альтернативной гражданской службы. Если его вероисповедание или убеждение не позволяет ему проходить военную службу по призыву. Отделом военного комиссариата по городу Армавир за последние три года, возьмем этот срок, направлено на альтернативную гражданскую службу 6 человек. Два человека в 2009 году, один человек в 2010 и три человека в 2011 году. Почтальона продолжительность альтернативной службы не пугает. Молодой человек, говорит, к непростому труду уже привык. Проверку на прочность прошел этой зимой. Несмотря на морозы и метели, корреспонденция к жителям поступала в срок. Работа Виталику нравится, однако после службы оставаться здесь он не планирует. Его мечта – открыть свое дело в области ремонта автомобилей. Ирина Рухлядко, Грайр Ванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. День поэзии, который широко отмечается в нашей стране для участников литературного объединения «Слово» – двойной праздник. 21 марта армавирские стихотворцы отметили свой первый юбилей. Нести в массы звучащее слово – вот основная задача коллектива. Поэта и его предназначение в современном искусстве – главная тема творческого вечера. Рассказывает Лариса Юровская. Пусть из-под вашего пера каждый день на свет рождается страха. Пусть происходят чудеса. Желаем вам лишь плодотворного труда. Ученики 2-го класса школы развития для поздравления выбрали самые красивые строки. Главное пожелание, чтобы муза всегда была рядом, а вдохновение не иссякало. И если ребята пока исполняют чужие стихи, то круглой дате у Станислава Шапошникова появился свой экспромт. У слова нынче юбилей, 5 лет, такая дата. Хотя она и без нулей, но в сущности богата. История литературного объединения слова началась 5 лет назад. От известного в Армавире поэтического сообщества «Радуга» отделилась группа единомышленников во главе с Екатериной Шмигидиной. Никаких обид, просто поэту нужны те условия, в которых можно более комфортно раскрывать свой душевный мир. Изливать свою душу, выставлять его на показ всему обществу. Кто-то поймет, а кто-то ж не поймет. Сколько было всяких осуждений, пересуждений, понимаете? А этот человек, он как бы снимает с себя одежду, галяется. Это нужно понимать, это очень сложно. Более камерная, кропотливая работа над стихом – вот что, по мнению поэтов, является главным смыслом их работы. Я не считаю, что мы поэты какого-то высокого. Мы все не имеем литературного такого специального образования, но у нас в душе вот поэты. Это сидят, вот рвутся стихи, писать хочется, понимаете? Для этого нужно общение. И мы, читая свои произведения, подсказываем иногда. А тут бы какое-то слово, ведь над каждым словом буквально работа идет. Великое русское слово из уст поэтов звучит далеко за пределами дома Донгулова. Стихотворцы – частые гости на творческих вечерах в учебных заведениях Армавира. Итоговый сборник стихов, который выпущен за пять лет работы, мгновенно разошелся по библиотекам города. Налажен литературный обмен с гулькевическим объединением «Лада-Мир». Слово – семья, созидание, стремление. Слово – любовь, лучезарность, лечение. Лечить словом, воспитывать, вдохновлять – вот главное предназначение поэта. В не меньшей степени творческая личность нуждается и в самореализации. Чего и хочется в честь двойного праздника пожелать участникам слова. Лариса Юровская, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Студенческая самба. В Армавире состоялась ежегодная универсиада Кубани, соревнования которой проводятся уже третий год. В них принимают участие сборные высших учебных заведений. Ребята борются за звания лучших, чтобы таким образом и проявить себя, и защитить честь родного вуза. Подробности расскажет Влада Волошина. Субтитры создавал DimaTorzok Вообще профессиональный спорт он начинает со студенческого. Потому что эти ребята, они только-только, когда начинают уже более-менее показывать какие-то результаты достаточно высокие, это возраст 18, 19, 20 лет. Это как раз студенческий возраст. Хатаим Амедов занимается самбо 12 лет и имеет звание мастера спорта. Он говорит, что борьба для него способ не только физического, но и духовного развития. Сегодня он выступает в составе команды Армавирской педакадемии. На счету вуза серебро и золото прошлых универсиад России. Поэтому планку надо держать. Хатаим успешно провел уже две схватки и рассчитывает победить в остальных. Для этого нас тренируют. Есть определенные броски и так далее. У каждого своя техника. Каждому индивидуально тренера показывают, как ему лучше бороться и так далее. В зависимости от его физических способностей. Мы защищаем честь нашего университета. Нужно отстоять достойно. В прошлом году, в прошлое, то есть в университете мы Россию выиграли. Наш АГП Армавирский. Надеемся, в этот раз тоже покажем не хуже результат. На соревнования приехали около ста спортсменов из Краснодара, Курганинска, Сочи и Новороссийска. Армавир представляет команда педакадемии. Традиционный фаворит универсиады. Но судьи говорят, что и другие вузы не подкачали. Борьба очень такая, скажу, довольно напряженная, потому что у всех вузов хорошие команды. И они, я думаю, что этот год проработали и приняли прекрасных спортсменов. В основном у всех составов мастера спорта, мастера спорта международного класса. Команда, которая займет первое место на универсиаде Кубани, будет защищать честь края на соревнованиях Южного федерального округа. Следующая ступень – универсиада России. Она состоится летом в Ханты-Мансийске. Влада Волошина, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Белова. Здравствуйте. Настоящая весна уже пришла. Но вот правда пока не к нам. В Японии, например, на неделю раньше обычного зацвела сакура. В Польше вовсю распустились подснежники. Там столбик термометра поднимается до отметки 19 градусов выше нуля. А в Армавире в эти выходные ожидается облачная погода, слабый дождь. Днем от 8 до 10 градусов, ночью плюс 4-6. Ветер будет западный. В субботу 6-9 метров в секунду. А вот в воскресенье потише, всего 2-5. Атмосферное давление 750-754 миллиметра ртутного столба. О проявлениях весны в Европе и Японии и погоде у нас это все. Ирина. Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете и на сайте в интернете www.ravita.info и на волнах авторадио Армавир. В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго. И смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова